всем привет меня зовут элина федорова для новых подписчиков напомню что я работаю моделью живу в городе лос-анджелес с мужем а также у меня есть своя онлайн фитнес-платформа в испанс сегодняшнем видео я вам расскажу что со мной происходило в ноябре будет сегодня влог я знаю что очень многие мои подписчики любят именно такой формат я кстати записывала видео за сентябрь-октябрь это был влог и тогда мне казалось что так вроде много всего происходило но вот сравнению с ноябрем я поняла что тогда у меня не происходило ничего потому что ноябрь он у меня настолько активный привет ребят сейчас мы едем же не в малибу нам предложили попробовать такую штуку это специальный костюм электронный который когда надеваете каким-то образом воздействует на мышцы это способствует сжиганию жира и наращивание мышечной массы то есть каждое ваше действие будет очень сложно выполнить и я ничего подобного ранее не пробовала сейчас поделюсь с вами своими впечатлениями это такой красивый сейчас я переодеваюсь в специальный костюм это просто спортивное белье кофточка шортиками такие приборы ну что тренировка наша прошла круто я даже не ожидала что мне настолько и понравится скажу откровенно что я даже отнеслась сначала скептически думаю что это за машина такая которая может так проработать там мышцы круто но это реально работает мне очень понравилось имя до сих пор тело болит она сказала правда что вообще крепатуру почувствуете послезавтра но я уже и и чувствую даже страшно представить что будет послезавтра всего тренировка длилась недолго 20 минут такое ощущение очень странно это испытываешь вот как будто тебя током бьют какие-то вот электронные импульсы проходят сквозь свое тело классная альтернатива знаете когда например вы понимаете что у вас нет времени что возможно вы физически себя там плохо ощущаете чтобы например делать полноценную тренировку то это неплохой вариант как можно это например заменить мы еще решили заехать на пляж пока мы здесь в малибу только что покушали в кафе и посмотреть на вид есть более сейчас погода такая классная не холодно не жарко я обратила внимание очень много серферов видно сейчас какое-то время хорошее для них я кстати тоже пробовала кататься на серфе пару раз очень сложно я поняла что это не мое это реально очень сложно это нужно учиться и мне кажется что лучше начинать не здесь потому что здесь такие волны сумасшедшие очень жесткие и очень холодная вода поэтому это для истинных любителей сегодня снимаю из для одного латиноамериканского исполнителя интересная съемка очень творческая судя по тритменту у нас будет сегодня четыре девочки модели вот сейчас мне доделывают волосы по возможности постараюсь показать на самом деле сцена была очень простой мы снимали сцену с мороженым мне просто нужно было есть мороженое в кадре очень весело также мне нравится платье которым не подобрали очень красиво в моем стиле у меня следующая сцена еще не скоро где-то через два или три часа немного свободного времени потом будет сцена в каком-то красивом нижнем белье все девочки вместе будут сниматься сейчас как-то несмотря на то что карантину все очень сильно оживилась люди работают не было очень много различных съемок я снималась для каталогов одежды это была студийная съемка довольно таки большая команда как для обычного каталога все было профессионально и тоже одежда была классная то есть там была такая базовая одежда но при этом очень качественная вот то чтобы я действительно носила в повседневной жизни вообще я люблю все виды съемок я даже не могу сказать какой вид съемок для меня самый любимый потому что тот или другой вид съемок имеет свои преимущества и недостатки но в целом мне все нравится у мужа моего тоже много было съемок он режиссер он снимает музыкальные клипы он снимал клип для алекс она стала вот популярной когда начала встречаться с известным американским рэпером trippy red в стиле никки минаж песня обычно у меня муж снимает для рок-групп ну в этот раз не типичный для его жанр было круто мы снимали всю ночь там была интересная история ограбление банка мы снимали в настоящем банке но который уже я так поняла он не действует и это помещение просто сдают под различные съемки я если честно в шоке прошло только полтора-два часа я уже устала и хочу спать а тут на самом деле нужно всю ночь быть не знаю как я выдержу надо найти кофе и как-то буду выживать вот эта лестница выглядит очень круто кинематографично здесь можно мне кажется рекламу какую-то красивую снять я сейчас на съемке сегодня снимаем каталог одежды снова снимаем в локации на маршруте для хайкинга но здесь красивые холмы мы снимаем такую небольшую каталожку радует что солнышко есть потому что на улице воздух холодной довольно благо на солнце я еще нормально не умираю обычная такая мерзлячка так это вещи которые сегодня осталось до снять не так уж и много все такое casual повседневная миленькая платьицы пиджачки разные мы сняли уже половину вещей сейчас едем в кафе небольшой перекус кофе и продолжим снимать все проходит очень легко и просто особенно на природе на свежем воздухе время лететь быстро и не так скучно что ли в студии порой бывает скучно это сниматься потому что более одно как бы как-то монотонно что ли это получается но в целом хотя в целом я люблю свою работу мне все равно где сниматься также мы сняли новый курс для уиспенс этот курс будет подходить как и для мужчин так и для женщин курс будет с гантелями это скажем уже более продвинутый уровень а вообще у нас в планах снимать очень много различных программ тренировок на нашу платформу для того чтобы уиспенс был очень разнообразным гибким чтобы наши тренировки подходили для всех людей то есть вне зависимости от их пола физического состояния от уровня их подготовки да то есть в планах там снять курс для людей у которых проблемы со спиной там для возможно будущих мам чтобы каждый человек смог заниматься спортом и чтоб ему было комфортно но естественно на все нужно время потому что это очень много работы но все будет мы движемся мы развиваемся приехал тренер с которым мы будем завтра и послезавтра снимать у нас будет два съемочных дня а я сниматься в этом курсе не буду но завтра я буду тоже сниматься для промо роликов также буду помогать жене также буду снимать бэкстейдж делать фотографии ну и в общем как обычно много работы всем доброе утро только что приехали в студию в даунтаун и сейчас ждем тренера пока парни там раскладывают технику я снимаю бэкстейдж очень много материала который нужно отснять за эти два дня я очень надеюсь что мы все успеем и уже жду не дождусь когда вы сможете оценить результаты нашего труда так только что я выбрала аутфи для нашего тренера были разные опции но пока мы остановились просто на черном ему в нем хорошо а я ребят сейчас сижу на звуке я прям звукооператор тренер у нас очень выносливый может сниматься буквально с каким-то пару минутным перерывом это круто значит мы точно сегодня все успеем что мы закончили съемку уже полностью стемнело сейчас все складываем оборудование обратно и едем домой отдыхать потому что завтра опять съемочный день самого раннего утра и до самого вечера завтра будет проще снимать потому что будем снимать просто в закрытой студии это будет такой фон и нам уже будет без разницы какой свет поэтому сегодня пожалуй самое важное мне так ребят нравится студия в которой мы сегодня снимаем она просто огромная это огромнейший павильон под студией она новая ее построили может быть пару лет назад все здесь такое чистенькое красиво аккуратно и просто дело в том что в лос-анджелесе здесь студия то есть их еще начали строить там в 50-х годах и поэтому они все такие какие-то старенькие и как-то особо никто не хочет их обновлять почему-то не знаю феникс принос кофе я шучу говорю что человек который приносит полутора кофе это мой самый лучший друг любой бизнес он требует больших вложений так во всем пока ты что-то не начнешь делать ты не осознаешь сколько человек сколько вообще люди компании вкладывают денег своих и сил своих и времени своего в создание того или иного продукта либо сервиса знаете всегда со стороны всем кажется что это так легко и просто очень сложно на самом деле потому что нам нужно очень много контента это все затратно и как и по финансам так и по времени то есть смотрите помимо основных тренировок нам нужно делать промо ролики нам нужно делать контент для инстаграм то есть для веб-сайта и так далее это много всего чтобы организовать эту съемку то есть за студию только мы заплатили кажется от двух с половиной тысяч долларов до трех тысяч долларов в этом промежутке короче цена за 12 часов съемки в этом помещении это я сейчас не говорю про работу людей про оборудование там про другие затраты и конечно же в это время нужно успеть снять как можно больше каждая новая какая-то наша съемка это тоже огромные ресурсы во всех отношениях знаете а некоторые мне еще задают вопрос а ваш сервис в испанс это что платно за это еще нужно платить и я думаю как вообще людям такое приходит в голову вот на нашу компанию сейчас работает порядка 30 человек они работают ежедневно каждому из них мы платим зарплату это огромные деньги то есть наше приложение если говорить вообще сумму вот сколько стоит например создать мобильное приложение это уже наверно порядка двухсот пятидесяти тысяч долларов и каждая наша новая съемка это тоже огромное вложение при том что мы очень много вкладываем в этот продукт цена на наш сервис она является одной из самых дешевых ну что настал мой звездный час наконец-то пришло время моем будем меня снимать как я вам говорила всего лишь для промо-ролика мы уже досняли с ним все тренировки и все да осталось совсем ничего осталось там снять интервью с ним там может быть для инстаграма что-то какие-то фотографии поделать ну вот и промо-ролик и мы в принципе все сделали мы молодцы все площадь продуктивно все успели благодаря еще парню потому что как машина все дело поэтому все круто на этом у меня все я надеюсь что ваша осень была тоже очень плодотворной кстати в комментариях охарактеризуйте свою осень в одном предложении посмотрим как было у большинства а мы скоро увидимся ребят а